друг привет они на связи и это еще одно видео из рубрики они что делать еще раз проговорю его основной смысл я закидывала в свой телеграм-канал форму в котором можно было анонимно написать какой-то вопрос описать какую ситуацию в которой человеку нужен совет вот и для этого я тут собираюсь как раз выбираем несколько вопросов и отвечаю на них вот формате видео всегда максимально именно к этой рубрике мне очень сильно хочется получить комментарии которые у вас возникают в голове в общем пишите пожалуйста что вы думаете как вам заходит или нет вот я буду начинать два вопроса выбрала в этот раз первый вопрос будет такой я прям буду зачитывать они анонимны я не знаю кто их задавал поэтому ну буду отвечать вот надеюсь что человек который задал этот вопрос у меня в итоге услышит вопрос такой что делать если очень хочешь поступить на специальность некоторые предметы которые не давались тебе в школе стоит ли рисковать вопрос кажется что тоже для многих довольно такой релевантный часто ребята думают о том что сдавать какие вообще выбирать специальности предметы и у меня есть четко сформированная позиция которая подтверждается историями мои моей истории например моих друзей очень многих эта история про то что успех и счастье и какая-то я не знаю в целом какая-то удовлетворенность она там где ваша страсть давайте так скажем какое-то желание развиваться учиться и так далее поэтому если есть какая-то специальность которая очень сильно нравится который очень сильно хочется работать которая прям дровит и заводит в хорошем смысле это слово хотя наверно в любом наверное это в целом хорошее слово то стоит идти туда да может быть тяжело честно говоря вот я не знаю чаще если вас что-то сильно прям вот так вот будоражит какие-то да вы какие-то предмет или какие-то направления чаще у вас там все хорошо получается если уж так получается так уж случилось что в итоге те направления то направление которые выбрали в итоге там есть какие-то предметы которые тяжело даются я бы все равно бы рискнула бы и попробовала бы потому что если у вас есть желание то найдутся силы найдется время на то чтобы в этом работать если вы пойдете куда-то где вам просто проще скорее вы там достигите даже меньших результатов чем если бы вы пошли туда где вам нравится потому что когда у вас глаза горят когда вам хочется что-то делать то конечно же это приносит больше результата будут какие-то моменты где будет тяжело надо быть к этому готовым это нормально что если вы приступаете что-то изучаете там с нуля или там с какого-то низкого уровня то да будет тяжело да надо будет учиться но при этом если вам это нравится то какие-то успехи будут приносить вам намного больше радость чем даже успеть в каком-то предмете которого мне сильно заходит короче да попробуй здесь собрать все вместе если вы так мысль сформулировать окончательно то всегда следуйте своему сердцу listen to your heart как говорится куда вас ведет она вот нравится вам это идите туда там будут деньги там будет успех там будет все потому что если вы че-то будете вы мучивать из себя что-то пытаться делать потому что так надо потому что так прибыльнее потому что так еще как-то там я не знаю как вы там это себе оправдаете там к сожалению друзья не будет счастья и там как следствие не будет никаких других успехов поэтому если вы горите чем-то она вам будет приносить все что вы хотите я вам серьезно говорю даже если кажется что там есть какие-то вещи которые вообще не могут приносить денег но при этом она вам нравится поверьте мне найдется в итоге путь который вам будет просить деньги сейчас люди могут зарабатывать на чем угодно мы уже живем в другом вообще мире где нет вот этого есть не на заводе то нигде не можешь работать поэтому да следуйте зову своего сердца вот что я вам посовет первый вопрос второй вопрос будет длинные что буду прям читать попробую может быть чуть-чуть ускорить и так я отличник по крайней мере был в девятых десятых классах в этом году тоже будут стараться я панически боюсь ошибаться если на сто процентов не уверен в ответе уверенностью продают только заранее прорешенные разобранные дома задания я никогда не вызовусь доске или просто ответить место особенно уроки математики так как все поголовно думать что я ее понимаю восхищаются мной говорят как я какой я умный и я вынужден оправдать их ожидания я всячески прячусь избегая учителя чтобы не вызывали к доске потому что мой страх привлюда ударить лицом грязь невероятно огромен поэтому я ужасно себя чувствую когда вынуждена найти школу каждую секунду я думаю они ошибся ли я где-нибудь если допуская хоть малейшую ошибку то потом еще долго не могу жить спокойно в этом году у нас появилась новая учительница математика вообще ничего не объясняет только дает задание если спросить то конечно объяснить но есть разница между ситуациями когда она сама дает объяснение когда-то публично заявляешь что чего-то не понимаешь сам начало сентября я не понял ни одной темы а математику с каждый день каждый день я клянусь себе что после школы сяду за математику чтобы изучить тему и выебнуться ну пусть будет с матом выебнуться тем какой я умные перед одноклассниками но каждый день прокрастинируем наверное за страха неудачи или что-то в этом роде да и материалов с нормальным объяснением особо нет тем не совпадает с другого светка это мой годовой курсе если что вообще имеет мало общего с игешными заданиями недавно я даже просил со школы перед уроком математики так как страх взял верх не то чтобы я не боюсь других уроков но насчет них окружающих таких ожиданий насчет меня нет так что мне немного спокойнее я не знаю что делать в общем да ситуация здесь такая если дать попробую коротко сформулировать чтобы было понятно что четко считывается это страх ошибаться причем довольно сильный до такой уже довольно доведенный до крайнего состояния когда он даже как-то начинает влиять уже на поведение как-то на жизнь уже начинает влиять то что бывает там может быть тревожно но при этом жизнь идет своим чередом да какие-то эмоции испытываешь но это там никак не повлияет на то чтобы тогда вот с урок уйти например поэтому это правда очень большая такая боль видно у человека который написал не правда очень жалко что такое происходит я попробую дать несколько советов первое чтобы я тут хотела бы заметить и сказать что вот эти страхи которые у нас есть туда же прям фобии бы назвала их прикол в том что они подтверждают когда ты их пытаешься они подтверждаются когда ты пытаешься их избегать ну вот например часто кстати даже так вот реально фобии лечат у людей просто тем что даются прикоснуться хотя бы раз со своим в итоге страхом потому что там берись люди которые боятся бабочек и людей просто заставляют с этим бабочкам поконтактировать им очень тяжело ясно дело это сделать но через какое-то время это фобия отступает и здесь очень важно что вот продолжить свою мысль про то что часто избегание вот этих каких-то ситуаций которые не хочется попадать они еще больше укрепляют этот страх как это работает например я боюсь оставить включенным утюг дома и я проверяю его каждый раз и вот перед тем как выйти из дома я от меня опять появляется мы что а у меня вот есть такая да навязчиво так этому из страх что я походу оставила утюг включенным и вот я могу пойти и посмотреть и я себя пойду и посмотрю я еще раз убежу убежу дусь убежу дусь ну больно что это важно было сделать и я следующий раз снова это сделаю потому что вот я же проверила и он был выключен это было хорошо это значит было полезно и таким образом имеет страх подпитываю вместо того чтобы сказать не а я пойду я просто уйду я не буду проверять все с ним нормально а если что случится пофигу все ну как бы что есть то есть и вот здесь очень важно поэтому как раз идти этим страхом просто вот ну по факту не знаю показывать им фигу и говорит типа не давай-ка суши к вот ничего подобного не отвечу сейчас нормально и да и будет и все будет окей при этом никто мне не засмеет вот тут правда надо через силу это очень будет тяжело по чуть-чуть по немножечку начинать ошибаться даже намеренно даже специально это вот это желание так вот перфекционизма и это постепенно еще вот чем дольше это происходит тем больше закапываешься в этом и всем вот вроде бы создал себе значит ну вот человек создал себе такой образ что вот все знает все понимает и чем дальше тем больше и больше в этот образ закатывается хотя там уже нет вообще как бы ничего общего с правдой то что любой человек имеет право ошибаться любой человек ошибается и как раз эта часть нашей жизни офигенская часть нашей жизни часто ошибки все равно приводит к классным вещам и уж точно многому нас учат в общем надо пробовать надо ошибаться можно начать с мелочей можно попробовать например не знаю можно беру сесть и попробовать написать полный бред вот сесть положить рядом собой примерчик и полный бред написать ошибиться прям вот ну максимально очень насколько это возможно прям реально какую-нибудь хреновину написать и показать кому-нибудь очень важно чтобы все равно это было вот этот стыд который появляется с ним надо работать его надо на пролом брать и надо просто показываешь типа посмотри вот это я затупил правда у вообще конечно прикольно и переводить это все да просто в норму в нормализацию просто типа блин вода конечно это прикол вот это я в хаха бывает такое ничего человек вот представляете как и вы все люди тоже и по чуть-чуть стоит это вносить свою жизнь и еще что можно сделать можно такое сделать упражнение мне кажется как это психологическое в общем умозрительное давайте так скажем попробовать представить а чё будет то ну вот ошибка и что ну вот ошибся при всех чё дальше-то будет что люди делают вот прямо до крайности довести что они все достанут камни что они все закидают этими камнями скажу что типа все ты шо дебил да как с тобой вообще можно учиться в одном классе да это вообще невозможно вот прям реально попробовать представить себе сам ужасный сценарий сам ужасный сценарий ну и посмеяться них есть честно потому что все эти сценария они в итоге не катастрофичны они в итоге просто ну может быть будет стыдно может быть окей это нормально но когда нам часто бывает стыдно и это типа это такая у нас одна из эмоций стыд вот она так проявляется да ну и чё никто не умирал от стыда хотя есть такое выражение поэтому попробовать вот эти все разогнать все вот эти вот мысли которые есть чего они там в итоге какие приходят голоду что часто это же еще про неизвестность про то что кажется что есть какая-то в голове мыс она причем даже четко не сформулирована что будет то есть в итоге все вдруг узнают что я отчет там какой-то не такой хотя в чем конечно не то не такого сия не так и не поняла потому что что такого все ошибаются я ошибаюсь на занятиях временами я какую задачу времена я могу тоже сидеть и думать над ней по полчаса по часу потому что ну не идет но не получается учет такого ну вот человек я да и что поделать теперь с этим ну ничего с этим не поделать мы все люди вокруг никто ничем не отличается никто не робот у всех есть эмоции у всех есть какие-то штуки какие-то ошибки и так далее по поводу училки чё могу сказать но отстой честно говоря вообще конечно тупые училки это фигня может быть я правда не очень понимаю в чем именно типа проблема в том что она фигово объясняет и самому тяжело до самого тяжело разобраться в этом а надо пытаться как-то при этом выпендриваться а что если поговорить с другими учениками сказать суши типа сказать слушай чел а чё ты чё не понимаешь скорее всего все скажут нет и просто типа может как-нибудь есть скажем про это все вместе не быть как пытаю главным там паровозом кто тащит это все на себе а с кем пообсуждать это в целом вообще найти человека который будет который будет адекватно реагировать на какие-то неудачи потому что это точно надо ну будучи изучать немножко может быть грубовато но такой тренажер человек рядом тренажер это не значит вообще это это не значит прямо ничего плохого это просто не значит что человек с которым вам очень комфортно с которым комфортно начать по-другому себя немножко вести и вот можно как раз найти такой человек который тоже скажет близ уже такая на самом деле фигня вообще ничего не понимаю вы такие блин честно хочу тебе сказать по секрету я тоже ничего не понимаю и чтобы попробуйте просто понять и как-то внутри это почувствуете с кем вам будет комфортно этим поделиться чтобы тоже кто-то просто нормализировал ваши чувства чтобы кто-то просто он сказал типа блин ну да вообще что-то на как-то хреново объясняет вы скажете да да я общая уже там типа и все занятия которые последние сижу и вообще ничего не понимаю и просто домашки не делаются и капец сколько я время на это трачу и вывод сядете там и немножко перетрете косточки тебе будет зато спокойнее и удобнее и в целом вообще с таким человеком можно будет как раз начать чем-то делиться можно будет как раз ему как-то вот такие секретики рассказать а потом постепенно можно будет уже еще кому-то то есть вот таким образом не это не тяжело сделать вот так вот резко просто херак и все и уже другой человек который разрешает себя ошибаться и так далее это нужно делать постепенно чтобы себя как-то там не сильно переламывать не сильно себя как-то там Потому что это очень много стресса появится тогда Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть повторяй себе каждый день Я человек, вот с этим поделился И он понял меня, потому что у него такие же чувства Вот с этим поделился Я не идеальна, я не обязана быть идеальным Потому что это невозможно просто И ради кого, ради чего Все это немножечко бесполезно, в общем Вот, есть просто жизнь, в которой мы живем В которой совершаем ошибки и на них учимся Ну вот, думаю, все ли я сказала здесь, что я хотела сказать Сейчас подумаю Вообще, мне, конечно, да, просто очень хочется Обнять этого человечка и сказать, ты мой зайчик Ну, все, просто то, какое это есть Этого уже достаточно А что-то пытаться кому-то доказать, показать Не надо Это бесполезно Потому что то, что в тебе уже есть Это уже офигенское, невероятное сокровище Которое не нужно ничем прикрывать Не нужно никак исправлять Не надо никак под кого-то подстраивать Потому что там уже все есть в тебе И просто классно будет этот сундучок открыть И классные люди притянутся и будут просто в восторге от тебя Вот В общем, обнимают через расстояние Человечка, который написал мне это сообщение Вот, ну все Теперь, наверное, я сказала все, что я хотела Очень буду рада Получить какой-то фидбэк По этому видео Я думаю, буду ли я еще снимать эту рубрику Ну, посмотрим Если буду, то буду И буду в том числе новые вопросы получать У меня в целом есть Материала много, если честно У меня и на будущее есть Вот, много вопросов классных, на которые хотелось бы ответить Но я думаю, что буду временами как-нибудь все-таки запускать еще форумы Чтобы собирать их Побольше вопросов Вот Все, друзья Обняла вас, приподняла Покрутила место, поставила И до скорых встреч Пока